Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас его состояние медики оценивают как нормальное Несмотря на то, что Нарде просил не предавать инцидента огласке Охотно рассказывает свою версию событий журналистам Потерпевший утверждает Ударил Нарде по бутылкой по голове В тот момент, когда пистолет Пашинского Уже был направлен ему прямо в грудь Пашинский стрелял на поражение Уверяет химискус Отталкиваем эту машину Две полосы перетолкнули под левую обочину Там, где нет бровки Чувствую меня стоять Поворачиваюсь на меня в ствол Ствол не было, не слышно Ни пересчетки, ничего Он тупо шел То есть пистолет был уже заряден? Да На меня я его убил все, что я успел Когда он меня шваркнул Бутылкой заехать, что было в руках А вот еще одна интересная деталь Рентгеновский снимок ноги пострадавшего Обломки кости смещены вниз от таза А значит пуля шла сверху вниз Это подтверждает версию химискуса Что Пашинский стрелял не из лежачего положения Не слышал пострадавшей и предупредительного выстрела Если бы он стрелял снизу Кости бы выбило бы все вверх Если бы я его не задонул бутылкой по башке Эта пуля была бы у меня в груди Демонстрирует химискус и свои джинсы В которых был в ту ночь Маленькая-маленькая дырочка Почему-то оказывается выше Большой-большой Стреляли сверху Так что о лежащем под Сижинском на асфальте Избитом ноль Второй фигурант инцидента Спустя сутки выложил на странице в фейсбуке Свои фотографии Решил продемонстрировать следы от удара Пашинский пишет Удар был сильным, уверяет От бутылки осталась так называемая розочка К тому же наргеп попытался объяснить некоторые моменты Мол был в ту ночь без водителя и охраны Только женой Право носить огнестрельное оружие у него есть И настаивает Первый раз выстрелил в воздух Второй раз после того, как его ударили по голове Но сегодня наргеп решил не уточнять В каком положении стрелял Хотя сразу после событий Акцентировал, что выстрелил нападавшему в ногу Когда лежал на земле беспомощный Вся эта история звучит неправдоподобно для экспертов Которым мы обратились за комментариями Удивляет, что лежачий Пашинский мог выстрелить и вообще Зачем, выходя из машины, заблаговременно взял с собой пистолет Виглядая так, что версия про пострел лежачий Вона больше до радянского спадка криминального процесса Возносит, что жертва не мала іншої можливости Это немного неправдоподобно выглядит Той же попередживальный пострел Вон ниде не предбачен, как необходимый защит Но есть и вопрос, почему человек с оружием Наблизилась до іншої особи На відстань ударом Чепляшкой, кулаком Юристы же утверждают В любом случае использовать огнестрельное оружие Для решения дорожных или бытовых конфликтов Недопустимо Теперь этим делом будет заниматься прокуратура Полиция сегодня передала материалы следствия в ГПУ В связи с тем, что дело касается народного депутата Расследование займет несколько месяцев Мы же будем продолжать следить за процессом Ольга Рызарь, Богдан Вербицкий, Сергей Еременко Подробности телеканал Интер 40 килограммов аммонитовых шашек Вывели запорожские СБУшники В одном из частных гаражей В Васильковском районе области Взрывоопасные предметы Были похищены неизвестными накануне Нового года Во время транспортировки Целой партии на одно из местных предприятий Эти шашки наполовину состоят из тротила И используются для взрывных работ в промышленности Кто похитил взрывчатку В СБУ уже знают Но имени преступника не рассказывают Три человека, семья из Херсонской области Погибли в аварии под Харьковом ДТП произошло на окружной дороге В половине четвертого утра Две иномарки, Митсубиши и Ауди Столкнулись на трассе И от удара их отбросило в разные стороны 30-летний водитель Митсубиши Его жена и 15-летний сын погибли на месте Из всей семьи выжила лишь трехлетняя девочка Она в тяжелом состоянии в больнице Медики борются и за жизнь водителя второй иномарки Причины аварии в полиции пока назвать не могут ДТП сталося о третьей године 20 хвилин ночи На окружной дороге Біля з'їзду до ресторану Баден-Баден По приїзду патрульної полиції Стало відомо, що автомобіля Митсубиши-Ланцер Троє загиблих, два чоловіки та одна жінка Також малолітня дитина, приблизно трьох років Яка була госпиталізована за ШМД до четвертої невидбатної лекарні Автомобилю Ауди, полуспиталізованной води 4 тисячі пачок сигарет контрабандой Пытались провести через границу вагоня с железной рудой Грузовой железнодорожный состав с промышленным сырьем Следовал из Украины в Польшу Пограничники железнодорожного пункта пропуска мастинского отряда Решили осмотреть один из вагонов В нём прямо под грудой руды нашли 8 ящиков с сигаретами Табачные изделия, на которых не было акцизных марок Изъяли и сейчас полиция выясняет, кто собственник контрабанды Неожиданный поворот в громком деле о кражах урожая прямо с полей в Херсонской области Этим летом подробности рассказывали о новом виде рейдерства Урожаи, выращенные фермерами, воруют комбайнами прямо с полей Таких случаев в минувшем году в регионе зафиксировано около десятка И вот фермерам удалось поймать воров прямо на поле Но даже от этого толку никакого Говорят, что замять дело пытаются сами правоохранители Все подробности в материале Кирилла Ищишина Эти кадры сняты полгода назад На своём пшеничном поле фермер Пётр Москалёв застал незнакомых комбайнёров Которые собирали его урожай Рассказывает, ворами оказались сотрудники фермерского хозяйства из соседнего района Мужчина вызвал полицию, написал заявление Комбайн отогнал на свою территорию Полиция никого не задержала, а через неделю комбайн забрали следователей И вернули собственнику На этом расследование хищения урожая пшеницы С 40 гектаров и закончилось В Генеральную прокуратуру Украины, в администрацию президента В Национальное антикоррупционное бюро, ну и непосредственно в нацполицию и в прокуратуру области Это те непосредственно отписки, которые мы получаем, что все контролируют, все всё видят Но на самом деле ничего не происходит Пшеницы успели украсть на миллион 700 тысяч гривен, рассказывает пострадавший фермер Это ударило по бюджету предприятия, теперь едва хватит денег на новую пассивную Стоит ли её вообще начинать, фермер не уверен Закультивировать, внести гербицид, удобрения, потом носить, сеять подсолнух Но в нашей стране может случиться так, что приедут и скажут, что это поле совершенного преступления, а я его обрабатываю Я на данный момент даже не знаю, заниматься этим полем или нет Через полгода расследования в прокуратуре отрапортовали Личность бригадира комбайнеров, который распоряжался на чужом поле, установили Он объявлен в розыск Имени не называют, сообщили лишь, что он из Запорожья Нашли нам наша прокуратура областная, как будто я скажу прямо бича Которая за душой ни забора, ни копейки, ничего Мы обратились в прокуратуру за комментарием Сначала нас попросили подождать, следователь якобы на больничном Потом и вовсе отказали, мол, новогодние каникулы Из собственных источников удалось узнать Дело о краже урожая повесили на некого Александра Который давно числится в розыске за мошенничество Его якобы опознала хозяйка отеля в райцентре Где в те дни останавливались комбайнеры Но сама женщина это отрицает Следователи бригадиром интересовались Но она его в темноте не разглядела Чьей милиция сказала? Хлопцы, вам комбайнеры смалюете Пострадавший фермер подозревает комбайн Который является главной уликой в деле Уже разобран на детали А ведь по его бортовому компьютеру Можно было отследить и координаты И маршрут передвижения Но правоохранители этого не сделали Кирилл Ючишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсонская область От проблем аграрных к проблемам медицинским Украинские кардиобольные встречали Новый год без лекарств И вряд ли необходимые медикаменты появятся в больницах в ближайшее время Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор института сердца Борис Тодоров В чем причина такой ситуации? Разбиралась Ирина Романова 1 января, когда соцсети обычно заполнены поздравлениями Директор института сердца пишет гневный пост в адрес Минздрава Радоваться в новом году особо нечему Возмущается Борис Тодоров Под угрозой жизни десятков тысяч кардиобольных Медикаментов нет вообще Госпрограмма по сердечно-сосудистым заболеваниям Которая предусматривала закупку лекарств на 364 миллиона гривен В 2016-м не выполнена Не запущена, хотя была обещана и другая Искусственное сердце И кардиология не единственная такая отрасль Добавляет защитник прав пациента Виктор Сердюк Это даже намного хуже, чем пишет Идоров За 16-й год Никакой таблетки, никакого обладания для операции на сердце не закуплено То же самое происходит в онкологии То же происходит в всех направлениях То же происходит, закончилась программа по борьбе с туберкулезом Наслышанная ситуация с обеспечением больных лекарствами и в профильном парламентском комитете Гроши выделены в государственном бюджете Министерство не провело тендеры и не закупило Через международные организации Когда была призначена Оляна Супрун Это было в середине месяце, вот в вересне Она сразу пришла до нас на заседание комитета На первое заседание И сказала, что она особо отвечает за все государственные закупления И вряд ли ситуация кардинально изменится в этом году, прогнозируют эксперты Защитники прав пациента вместе с организацией, защищающей больных гемофилией В 2016-м подали на Минздрав суд за бездеятельность Готов судиться с ведомством и Ульяной Супрун, и директор института сердца Почему десятки тысяч больных остались без лекарств Мы хотели бы услышать от Минздрава В частности, от исполняющей обязанности руководителя ведомства Ульяны Супрун Но сегодня у чиновников от медицины выходной Надеемся получить ответ в ближайшее время Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер Не повезло и тем, кто решил подлечиться за границей Например, в Британии, где медицина бесплатная Теперь такой номер не пройдет Чиновники решили экономить на приезжих Неужели теперь в Королевстве даже укол бесплатно не сделают? Все подробности знает наш британский Сапкор Оксана Кундеренко Конец медицинского туризма Иностранцы больше не будут пользоваться бесплатной системой здравоохранения Великобритании Ежегодно это приносило 2 миллиарда фунтов убытков Подсчитали в парламентском комитете И требуют принять срочные меры Один из самых крупных госпиталей Лондона Святого Томаса расположен напротив парламента Выходит, что прямо под носом у чиновников бюджетные деньги использовались не по назначению И винить-то некого Просто система работала не идеально Все изменится И теперь, когда идешь к доктору, будь добр, предъяви паспорт Фактически врачи и медсестры будут выполнять функции пограничника Мы пытаемся найти способ идентифицировать человека То ли по паспорту, то ли по адресу его проживания Это абсолютно необходимо и ко всему помогает работе полиции Они находят нелегалов По закону право на бесплатное лечение имеют все граждане королевства И иностранцы с видом на жительство То есть те, кто здесь платит налоги Остальные либо из собственного кармана выкладываете кругленькую сумму Либо счет выставят правительству вашей страны Нововведение будет касаться только государств Евросоюза Идея чудесная, ведь медицина на самом деле не бесплатная Она финансируется за счет налогов Поэтому пользоваться ею должны только те, кто заслужил это право Вроде все просто, но возникла неожиданная проблема Паспорта есть не у всех Далеко не у всех граждан Британии есть паспорта или водительские права Всего у 85% тут и возникают проблемы Поэтому как вариант вместо документов с фотографией предлагают предъявлять коммунальные платежки Впрочем, изменения не должны коснуться туристов Если вы сломали ногу, путешествуя по Соединенному Королевству Вам сделают рентген и наложат гипс Услуги скорой помощи на Туманном Эльбионе останутся бесплатными Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин Подробности Британское бюро телеканала Интер Украина остается в списке приоритетов Евросоюза в 2017 году Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерико Магерини на своем сайте ЕС гарантирует нашей стране всестороннюю поддержку взамен от Украины Требует продолжить реформы, разобраться с коррупцией И достичь полной реализации минских договоренностей Для завершения конфликта на востоке страны И второй день Нового года, но противник не унимается За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военнослужащих На Мариупольском, Донецком и Луганском направлениях зафиксировано более 20 обстрелов Почему же наши бойцы называют это тишиной? На передовой побывал мой коллега Геннадий Вивденко Узнаем у него подробности Наши бойцы сидят в укрытии Возле Авдеевки, в районе промзоны и других укрепрайонов почти нет огня Только мелкие перестрелки Он конвою не пришел Их мало боеприпасов осталось Я же столк не перестал Он конвою придет, его брат начнется Все по-новому Как нужно было завести боеприпасы Они просили перемирия Ну, тогда было очень жарко Но сейчас нормально, в принципе Все тихенько, спокойно Как сказали, что до конца света Может быть, будет тишина Еще несколько дней назад по Давдеевке было жарко Сейчас только небольшие провокации со стороны бойовиков Противник затихарился, как говорится Нам дав запрет Данный запрет на открытие огня Тем не менее, в окопах под Донецком слышны одиночные выстрелы Украинским бойцам по-прежнему расслабляться не приходится Вокруг туман, снег, мороз, красиво Но, к сожалению, не совсем так хорошо, как хотелось бы нам Но при этом мы не унываем, все нормально Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев Подробности, телеканал Интер из Донецкой области Донецких пограничников усилили новым вооружением Об этом сегодня сообщил Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке Президент лично передал пограничникам скоростные катера отечественного производства Новые автомобили «Хаммер» и другое вооружение Новейшая система наблюдения «Аэрос», над которой совместно работали украинские и американские специалисты Он может отслеживать сразу 200 целей в воздухе и воде, а также вести наблюдения за наземными целями Включаем вам сертификат нашего броневанного катера, захищенный три пулемета И уверен и рады, что вручаю его надеянные руки И сегодня же глава государства поблагодарил сенаторов США Джона Маккейна, Линдси Грэмми и Эмми Клобушар За поддержку американских санкций против России Об этом президент написал в своем твиттере Я напомню, что американские сенаторы выступают в защиту Украины И призывают власть США предоставить Киеву летальное оружие Тем временем 35 российских дипломатов, высланных из США, приземлились в Москве Их доставил спецборд государственного авиаотряда России В канун новогодних праздников билетов на регулярные рейсы не нашлось И напомню, что в конце декабря Вашингтон вел против Москвы новый пакет санкций За якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки В Соединенных Штатах и вовсю обсуждают первые планы Трампа Его команда призналась в прессе, что новый американский президент Сделает сразу же после вступления в должность Часть из этих планов уже намерена сорвать Конгресс О чем речь? Дмитрий Анопченко знает подробности Какие решения Дональд Трамп примет в первые дни президентства? Вопрос, который сейчас не дает покоя всем Ведь до инаугурации осталось чуть больше двух недель Человек, который при новой администрации возглавит пресс-службу Белого дома Шон Спайсер Дал понять, что у Трампа на уме В интервью ABC он сообщил В первую очередь отменят то, что за 8 лет президентства напринимал Обама Причем мгновенно, сразу же после присяги Как только появится право подписи В первый день он отменит многие акты и меры, принятые этой администрацией Которые затрудняли как экономический рост, так и создание новых рабочих мест Вот только в Конгрессе боятся другого Чтобы в этом перечне Трамп не отменил и санкции против России Конгрессмены даже специальный закон этой осенью инициировали Акт в поддержку Украины Где был пункт, запрещающий главе государства отменять санкции самостоятельно Без согласования с парламентом Но документ не успели принять А значит, у Трампа, по сути, развязаны руки В эфире того же ABC встревоженные сенаторы теперь говорят Если дело дойдет до санкций, возмутятся не только демократы Но и однопартийцы нового президента Республиканцы Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания России Если Трамп предпримет шаги, чтобы их отменить На усилении санкций станут настаивать не только демократы, но и республиканцы Тот же МакКейн Ссориться с Конгрессом команде Трампа не с руки Ведь там рассчитывают в первые же дни после его инаугурации Утвердить новую команду того же госсекретаря А для этого голоса нужны Поэтому многие в Вашингтоне уверены В январе до России санкций и до возможной смены курса Дело вообще не дойдет А вот что дальше будет, прогнозировать не берутся Слишком уж все неопределенно Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Американское бюро телеканала Интер А в американском Майами Неизвестный устроил стрельбу Ранения получили 7 человек Один из них подросток в критическом состоянии По данным местных СМИ Неизвестный подъехал на авто к группе людей Которая собралась неподалеку от частного дома И открыл стрельбу, а затем скрылся с места преступления Полиция ведет следствие Мотивы нападавшего неизвестны Кровавый теракт в столице Ирака Десятки погибших, много раненых Смертник взорвал заминированный автомобиль В центре города Кто взял на себя ответственность Подробности узнаем у Сергея Ауслендера Взрыв прогремел в густонаселенном районе Иракской столицы Мединат-Эс-Садер Населенном преимущественно шиитами Смертник на заминированном автомобиле Подъехал к толпе людей И привел бомбу в действие По предварительным данным Убиты 35 человек Еще около 70 получили ранения Количество погибших уточняется Пострадавшие умирают в больницах От тяжелых ранений Среди погибших очень много женщин Которые находились в автобусе Оказавшимся в эпицентре взрыва Ответственность за этот теракт Взяло на себя исламское государство Предполагает, что это месть за штурм города Масул Который сейчас ведут часть иракской армии При поддержке курдских отрядов И международной коалиции У нас один враг Это террористы, это ИГИЛ Это фундаментализм Этих врагов мы должны уничтожать Там, где они находятся В Сирии и Ираке Необходимо также понять Какие связи существуют между этими террористическими группами И определенными людьми Которые организуют нападения в разных странах Ирак сейчас под ударом террористов Тем больше успехи демонстрирует армия При штурме Масула Тем более жестокими становятся атаки Направленные против мирных граждан 31 декабря, в самый канун Нового года Два мощных взрыва прогремели на багдадском рынке Тогда погибли 29 человек Еще 50 были ранены Можно вспомнить и теракт в Берлине В самый разгар рождественских праздников Когда террорист на грузовике Въехал в толпу людей Похоже, исламское государство Переходит к новой тактике Не в силах противостоять регулярным армиям На поле боя Оно организует кровавые теракты В самых разных странах В самых разных концах света Его главари неоднократно обращались К своим сторонникам по всему миру Атаковать неверных, где только возможно Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер Среди погибших и пострадавших Во время теракта в Стамбуле Нет наших соотечественников Об этом сообщили в украинском консульстве Такова самая свежая информация Но в консульстве подчеркнули Что процесс идентификации не завершен По крайней мере Одну жертву нападения еще не опознали Поэтому информация еще может измениться Злоумышленника, который расстрелял людей В ночном клубе Рейна Все еще ищут Полиция Стамбула задержала 8 человек По подозрению в причастности к теракту Но по предварительной информации Стрелка среди них нет Все детали далее в сюжете Террориста, расстрелявшего 39 человек В новогоднюю ночь в Стамбуле До сих пор не нашли По горячим следам Задержать преступника не удалось После пережитого шока Люди давали слишком противоречивые показания Свидетели событий даже сейчас Спустя два дня Они могут точно описать стрелявшего На самом деле я его не видел Как только он вошел в клуб То начал стрелять без остановки Кажется, это длилось минут 20 Мы думали, он был не один и со взрывчаткой Нам удалось скрыться на террасе К счастью, он туда не выходил Сколько людей вокруг нас погибло Теперь в полиции пытаются выяснить Кто это мог быть Тщательно изучив записи камер наблюдения Турецкие правоохранители получили фото Предполагаемого стрелка Силовики утверждают Этот человек из Средней Азии Скорее всего он гражданин Узбекистана или Кыргызстана Турецким полисменам уже помогают коллеги из Бишкека Там выясняют, не их ли гражданин стрелок Тем временем ответственность за теракт Взяли на себя в ИГИЛ И заявили, мол, героический солдат халифата Ударил по одному из самых известных ночных клубов Где христиане отмечают свой праздник В Стамбуле продолжают хоронить жертв кровавого нападения Сегодня там прощались с охранником клуба Он погиб одним из первых На похороны своего сотрудника пришел и владелец заведения Как ему удалось пройти, несмотря на все меры безопасности? Скажу только, это был террорист О нападении на Стамбульский клуб говорили на совбезе ООН Теракт назвали варварским И подчеркнули, что терроризм в любой форме Это угроза для мировой безопасности Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер Сразу два взрыва прогремели в столице Сомали-Магадиша Погибли не менее четырех человек На воздух взлетели заминированные автомобили Один из взрывов произошел у штаб-квартиры миротворческой миссии А другой возле находящегося неподалеку отеля Ответственность за эти нападения взяла на себя Исламистская группировка Аш-Шабаб Столкновения в стране длятся уже более полутора десятка лет После падения режима Саида Бары В столицу ряд окрестных районов контролирует федеральное правительство Остальная территория под контролем исламистов Более тысячи африканских мигрантов пытались штурмовать границу с Испанией Нелегалы хотели попасть на территорию испанского анклава Саута на севере Африки Преодолеть заграждение смогли лишь двое Оба получили травмы, когда спрыгивали с шестиметрового забора Ранения также получили более полусотни пограничников, когда пытались сдержать толпу Нелегалы бросались камнями и пытались расчистить себе дорогу с помощью металлических прутьев Один пограничник лишился глаза Власти Испании назвали попытку штурма чрезвычайно ожесточенной и организованной В США подсчитали, во что налогоплательщикам обошелся президентский отдых Обамы И почему негодуют жители Рима И от чего отказался футболист Криштиану Ароналду Об этом и не только смотрите далее в нашем международном обзоре Барак Обама в последний раз отдохнул на Гавайях в качестве президента Его полномочия истекают 20 января Тогда состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа Тем временем общественная организация Judicial Watch выяснила, что отдых Обамы и его семьи за 8 лет президентства Опошелся налогоплательщикам в 96 миллионов долларов Голливудский лес зарос травой Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Голливуд в Лос-Анджелесе Неизвестные превратили визитную карточку города в Холливуд Так на разговорном английском называют марихуану По информации полиции города Ангелов, акт вандализма был совершен в новогоднюю ночь Кстати, идея не нова, подобную шутку уже проделывали 34 года назад Для американской певицы Мэрайя Кэрри новогодний концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке обернулся скандалом Сначала во время исполнения песни Emotions она не смогла попасть в фонограмму Петь не стала, безуспешно попыталась найти на одежде микрофон И пожала плечами, мол, всякое бывает, да и песня не из лучших Во время следующего хита Кэрри неподходящий в момент и опускала микрофон Днем позже она сказала, что ее просто хотели подставить организаторы И она намерена с ними судиться Обладатель золотого мяча Криштиану Роналду отказался от выгодного предложения Китайский клуб, название не разглашают, был готов платить португальцу рекордную зарплату в 100 миллионов евро в год А за переход игрока собирались выложить еще 300 миллионов евро Роналду же заявил предложение, ему льстит, однако деньги никогда не были для него единственным стимулом Изменять мадридскому реалу он не собирается Жители Рима возмущены открытием фастфуда на территории Ватикана Там недавно начал работу Макдональдс Заведение уже окрестили Мак-Ватикан Решение сдать в аренду помещение для корпорации вызвало неоднозначную реакцию в самой католической церкви Впрочем, официальных комментариев так и не последовало Известно лишь, что за аренду первого этажа здания Макдональдс ежемесячно будет выплачивать апостольскому престолу 30 тысяч долларов В Японии традиционный коллапс на дорогах В стране восходящего солнца закончились новогодние каникулы На работу многие выходят уже завтра Поэтому все, кто встречал Новый год у родителей, вдали от мегаполисов возвращаются домой Пробки на трассах, ведущих в Токио, уже растянулись на десятки километров Переезд в Брюсселе в самом центре города для чиновников Евросоюза построили новое здание Которое из-за его необычного дизайна уже назвали космическим яйцом К новому офису сами европейцы отнеслись по-разному Подробности расскажет наш корреспондент Юлия Мендель В сердце Брюсселя куб, в кубе яйцо А в яйце новая штаб-квартира Европейского Союза На новый офис для своих лидеров европейцы потратили 321 миллион евро Футуристический прозрачный куб состоит из почти 4000 оконных рам Привезенных из всех стран ЕС А его внутренний подсвечиваемый контур имеет овальную форму За что здание прозвали космическим яйцом Хотя первоначально оно вообще должно было походить на лампу В центре 11-этажной конструкции расположен зал для встречи европейских лидеров Яркие и неординарные решения, как снаружи, так и внутри Подчеркивают главную задумку авторов Объект должен вызывать у людей положительные эмоции Впервые в этом районе есть штаб-квартира, которая является настоящим архитектурным достоянием Здесь действительно современное искусство, отражение, рефлексии И надеюсь, это как-то будет символизировать Европейский Совет И поможет людям лучше понять, что происходит в Брюсселе Думаю, это здание очень символичное, ведь оно находится в 200-300 метрах от места, где произошел этот чудовищный теракт в марте Не нравится смотреть, как создают что-то новое в районе, где произошли такие разрушения В то же время достаточно и критики Некоторые недовольны дороговизные здания и задержками в строительстве Из-за чего стоимость космического яйца выросла почти на 80 миллионов евро И это в то время, когда официальный Брюссель призывает экономить и сокращать расходы Думаю, сейчас слишком дорого строить такие здания, когда в Европе столько экономических проблем, когда есть войны Узнав его стоимость, я просто не мог поверить Мне совсем не нравятся здания, фасад непрактичный, потому что окна размещены хаотично Их невозможно быстро помыть и за ними ничего не видно Зато архитекторы надеются, что работа в новых офисах повысит эффективность чиновников Атмосфера должна быть непринужденной Плюс, значительно улучшили техническое обеспечение У всех политиков уже есть свои рабочие места Оставили и несколько дополнительных на случай расширения ЕС Здание надежнее охраняется и лучше оборудовано, чем другие Например, если мы говорим о трансляции, то здесь самые последние технические новинки Встречи здесь будут более эффективными Первые заседания должны состояться в январе А уже в марте в Космическом Яйце пройдет саммит лидеров Евросовета Юлия Миндаль, Вадим Сверидонов, подробности Брюссельское бюро, телеканала Интер Больше новостей на нашем сайте, подробности ЮЭй Приятного вам вечера и до встречи завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин